В Приморской государственной картиной галереи открылась фотовыставка «Вьетнам. Страна и люди». Этот проект приурочен к перекрестному году Вьетнама в России и России во Вьетнаме, а также 70-летию со дня установления дипломатических отношений между странами. Через фотографии экспозиция рассказывает зрителям о цветущей и безмятежной стране – Вьетнаме, и о добрых и трудолюбивых, творческих и гостеприимных жителях. Помимо восхитительных пейзажей природы разных уголков страны, здесь показаны достижения современного Вьетнама в процессах обновления, социально-экономического развития и международной интеграции. На выставке показаны дружба и сотрудничество между Вьетнамом и Российской Федерацией за прошедшие несколько лет, в том числе и на Дальнем Востоке. Президент внес в Думу поправки Конституции, изменения, изложенные на 24 страницах проекта. В частности, предлагается закрепить в Конституции положение о том, что русский народ является государствообразующим. Также будет прописано, что русский язык – государственный язык на всей территории. Есть инициатива, которая подразумевает закрепление недопустимости умоления подвига российского народа при защите страны и ряд других. Подробности полностью пока не раскрываются. Законопроект о внесении поправок в Конституцию Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 10 марта и уже на следующий день в третьем чтении. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Продлить ее было предложено в послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Сертификат будут выдавать уже при рождении первого малыша. Также увеличится и размер выплаты для семей с двумя детьми. Закон предусматривает продление действия программы до 31 декабря 2026 года, а также ежегодную индексацию выплат. Капитал смогут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 тысяч рублей. В случае со вторым ребенком или последующими выплата составит 616 тысяч рублей. А в Приморье единовременную выплату в одну тысячу рублей получат более 530 тысяч пенсионеров. Более 330 тысяч рублей направили на эти цели в феврале, а в марте запланировано выделить еще более 200 тысяч. Во второй декаде февраля губернаторская тысяча уже начала поступать на личные счета граждан. Также в феврале почтовые отделения Владивостока начали выплаты тем, кто получает пенсии через их организацию в других муниципальных образованиях. С 3 марта по графику вместе с пенсиями. Отмечу, чтобы получить дополнительную поддержку, заявлений от пенсионеров не требуется. У специалистов имеются все необходимые данные. Почти 23 тысячи приморцев смогут бесплатно воспользоваться такси. Более 70 миллионов рублей планируют направить на обеспечение транспортной доступности для инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Услуга социального такси в пилотном режиме начнет работу во Владивостоке. Она будет доступна для всех льготников данной категории, которые, к примеру, приехали на лечение. Заявку следует оформить при личном посещении или по телефону через Приморский центр социального обслуживания населения не позднее, чем за два часа до желаемого времени подачи такси. Бюджет берет на себя стопроцентную компенсацию, но не более 10 тысяч рублей в год на одного льготника. Диагностику и тщательный медосмотр всех, кто прибывает из Республики Корея, проводят в аэропорту Владивосток. А делается это для того, чтобы не допустить завоз коронавирусной инфекции. Мероприятия проводят специалисты Приморского Роспотребнадзора. Отмечается, что граждане, прибывшие из Кореи, обязаны быть изолированы определенное количество дней, в том числе и не посещать работу и другие общественные места, соблюдать санитарный режим, измерять температуру тела и вести температурный лист. При первых признаках заболевания следует вызвать врача на дом. Нарушение влечет за собой наложение административного штрафа. Региональная госавтоинспекция опубликовала статистику аварий, которые произошли по вине пьяных водителей с начала года. Всего зарегистрировано 96 ДТП, в которых водители управляли автомобилями, будучи нетрезвыми. В результате этих автоаварий 10 человек погибли, 57 получили травмы, повреждены 167 машин. Ранее сообщалось, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, аварийность снизилась на 16%. Между тем, каждое сроковое ДТП в регионе происходит по вине водителя в состоянии опьянения. Больше всего таких аварий с 1 января этого года зарегистрировано в Уссурийске. Далее идут Владивосток, Артем, партизанская находка. Житель Приморья попался с партии «Женьшеня» на 4 миллиона рублей. 55-летний житель поселка Краскино работал водителем, когда решил переправиться на груз за рубеж. 168 корней дикорастущего «Женьшеня», занесенного в Красную книгу России. Преступление пресекли таможенники и изъяли у водителя всю партию. Полиция Хасанского района возбудила уголовное дело, сообщают электронные СМИ. Мужчина сознался в содеянном расследовании. Уголовного дела о контрабанде растений завершено. Причиненный государству экологический ущерб составил около 4 миллионов рублей. Мужчине грозит лишение свободы и штраф до 1 миллиона рублей. А на концерте в Приморье королеве русского шансона Любови Успенской подарили тигренка, сообщает информагентство ВладНьюз. Плюшевый подарок ей преподнесли поклонники из Уссурийска. Об этом певица рассказала на страничке в социальной сети Инстаграм. При этом ранее Любовь Успенская сообщила подписчикам, что в Уссурийске ей обещали подарить настоящего тигренка. Эти животные, к слову, также занесены в Красную книгу. Однако после концерта звезда российской эстрады поделилась фотографией с плюшевым зверем. Певица была растрогана таким жестом от поклонников и решила оставить тигра себе на память. 4 марта в дальневосточной столице ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, пройдет умеренный снег, временами перетекающий в сильные осадки, сохранятся до четверга 5 марта. Высота снежного покрова может составить от 10 до 12 сантиметров. В среду днем ожидается метель, которая будет сопровождаться сильным ветром. Среднесуточная температура воздуха составит 1 градус мороза. Жители гостей города просят быть внимательными и аккуратными во время осадков. По Приморью из-за непогоды передано экстренное предупреждение. В крае также ожидается снег. Кроме того, снегопад обещают Приморью и перед 8 марта.